Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о пользе и вреде смеси чеснока и мёда. Также поделюсь с вами эффективными рецептами применением этой смеси, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Смесь чеснока и мёда обладает уникальными и полезными качествами. Она включает натуральные ингредиенты, является отличным средством для лечения и профилактики разных заболеваний. Медово-чесночная смесь работает как иммуностимулятор, противовоспалительное и смягчающее средство, помогает эффективно очищать организм от токсинов, зарядиться энергией, предупредить развитие авитаминоза и множество других недугов. Регулярный приём смеси чеснока и мёда и рецептов на их основе помогает защитить организм от болезней. Рецепты применения смеси при заболеваниях. Перед тем, как поделюсь ими, хотела бы попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Чеснок и мёд с древних времён активно используются в народной медицине для лечения распространённых заболеваний. Например, в эфиопской медицине местный мёд в сочетании с чесноком употребляется для лечения проблем с дыханием, кожных инфекций, диареи. Рецепты с чесноком и мёдом эффективно помогают при простудных болезнях, кашле, укрепляют иммунную систему. Смесь мёда и чеснока. Для приготовления классического рецепта необходимо подготовить 12 зубчиков чеснока и стакан натурального пчелиного мёда. Чеснок очистить, положить в стеклянную банку, залить мёдом, после тщательно перемешать ингредиенты, чтобы все зубчики чеснока были покрыты мёдом. Банку нужно плотно закрыть и отправить настаиваться на 3 дня, после снять крышку с банки, выпустить газы. На этом этапе в смеси могут появиться крошечные пузыри. Средство нужно настаивать ещё неделю, после чего открыть крышку и немного размешать. Ферментированный чесночный мёд готов к употреблению. Хранить его можно при комнатной температуре на протяжении месяца. Если мёд застынет, его можно нагреть до комнатной температуры на водяной бане. Чесночный мёд можно использовать для жареной курицы, рыбы или в качестве соуса. От одышки. Это широко известное и эффективное народное средство, для приготовления которого понадобится столовая ложка натурального мёда, 10 средних головок чеснока и 10 лимонов. Чеснок нужно очистить, измельчить, смешать с мёдом и свежевыжатым лимонным соком. Смесь тщательно перемешать и отправить настаиваться в тёмное место на одну неделю. Готовое средство принимают по 4 чайные ложки за один приём, медленно рассасывая. Курс лечения 1 месяц. От тахикардии. Подготовьте килограмм пчелиного мёда, 10 головок чеснока среднего размера, 10 лимонов. Смешайте мёд с тёртым чесноком и свежим лимонным соком, закройте крышкой, настаивайте неделю. Готовое средство принимают по 1 чайной ложке 3-4 раза в день после еды. От высокого артериального давления. Подготовьте 30 граммов мёда, среднюю головку чеснока и 1 лимон. Цитрус тщательно промойте под проточной водой, измельчите с помощью блендера, лимон и зубчики чеснока. Ингредиенты поместите в ёмкость, добавьте мёд, тщательно перемешайте, закройте крышкой и настаивайте 1 неделю. Готовое средство принимают утром и за 2 часа до сна по 1 чайной ложке. Длительность лечения не менее месяца. Такую терапию рекомендуется проводить 4 раза в год. Хранят средство в прохладном помещении. Важно! Чеснок способствует разжижению крови, поэтому средство на его основе не рекомендуется использовать одновременно с лекарствами похожего действия. От простудных заболеваний. Головку чеснока среднего размера очистите, измельчите, добавьте 300 граммов мёда. Полученную смесь тщательно перемешайте и настаивайте сутки. Готовое средство принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день. Оно может использоваться как при первых признаках простуды, так и для профилактики весной и осенью. От головных болей и усталости. На 100 граммов натурального пчелиного мёда понадобится лимон, апельсин и зубчик чеснока. Цитрусы нужно вымыть и нарезать небольшими частями вместе с кожурой. Чеснок очистить от шелухи, все ингредиенты измельчить, добавить мёд и тщательно перемешать. Готовое средство употребляют по 1 чайной ложке, разведённой в стакане очищенной воды, 2 раза в день. Для лечения насморка. Нам понадобится зубчик чеснока, 100 граммов мёда и по 100 мл сока алоэ и дистиллированной воды. В первую очередь необходимо подготовить настой чеснока. Очищенный чеснок залейте тёплой кипячёной водой, дайте настояться в течение 3-4 часов. Добавьте сок алоэ, мёд, тщательно перемешайте. Готовое средство закапывает в нос по 5 капель до 8 раз в день. Для нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Рецепт первый. Подготовьте 300 граммов мёда, несколько зубчиков чеснока, по 100 мл сока алоэ и лимонного сока и полкилограмма грецких орехов. Орехи и чеснок тщательно измельчите, соедините с мёдом, добавьте соки лимона и алоэ и перемешайте. Готовое средство принимают за полчаса до еды трижды в день. Курс лечения – 1 месяц. Ещё один рецепт. С использованием льняного масла, которое является профилактическим средством заболевания сердца и сосудов. Этот продукт увеличивает эластичность кровеносных сосудов, снижает риск накопления на стенках холестериновых бляшек. Подготовьте полкилограмма свежего жидкого мёда, головку чеснока, два небольших лимона и 100 мл льняного масла. Чеснок и лимоны промойте, не очищая от кожуры. Перемолите в блендере, добавьте оставшиеся ингредиенты. Смесь нужно перемешать до образования однородной массы. Готовое средство принимают по одной столовой ложке. Курс лечения от одной до двух недель хранят смесь в холодильнике при заболеваниях суставов. Нам понадобятся чеснок, мёд и клюква. Они содержат кверцетин, противовоспалительное вещество, которое помогает облегчить хроническую боль при артрите, артрозе и других болезнях суставов. Сочетание этих компонентов улучшает кровообращение при остеохондрозе, облегчает и снимает боль при травматических повреждениях, ушибах, вывихах, переломах, разрывах. Подготовьте полкилограмма пчелиного мёда, 200 г чеснока и килограмм клюквы. Ягоды тщательно промойте под проточной водой, откиньте на сито, чтобы избавить от лишней жидкости, после измельчите с помощью блендера. Добавьте мелко нарезанные чесночные дольки. Поставьте смесь в холодильник, настаивайте 12 часов, после добавьте мёд, тщательно перемешайте. Готовое средство принимают 2 раза в день, утром и перед сном, не более 30 г за один приём. С клюквенно-медовым средством можно делать компрессы для лечения суставов. Необходимо смочить лоскут хлопковой ткани в целебной смеси, приложите в виде примочки к больному месту. Спиртовая настойка. Настойку на основе смеси чеснока и мёда можно использовать в качестве средства для полоскания рта, лечения ангины и тензилита, для предотвращения инсулинорезистентности, для укрепления иммунной системы, для уменьшения мышечной боли. Подготовьте 200 г чеснока, 50 г мёда, 100 г экстракта прополиса 30% и 100 мл качественной водки или спирта. Чеснок очистите, пропустите через пресс, поместите в стеклянную банку, залейте водкой или спиртом, плотно закройте крышкой и уберите в холодильник на 20 дней. При этом содержимое необходимо ежедневно встряхивать. После настой процедите через марлю и уберите в холодильник ещё на 3 дня. Далее добавьте мёд и прополис. Готовое средство можно хранить в холодильнике до 3 месяцев. Для очистки сосудов. Чесночно-медовая смесь помогает эффективно удалять из кровеносных сосудов жировые и известковые отложения, делает их более гибкими и эластичными. В смесь можно добавить имбирь, который имеет разжижающее кровь свойство. Его действие гораздо легче в сравнении с аспирином, что помогает снизить лишнюю нагрузку на кровеносные сосуды и, соответственно, уменьшить вероятность образования тромбов. Подготовьте 500 мл мёда, 150 г чеснока, 100 мл лимонного сока и 200 г корня имбиря. Имбирь очистите, натрите на мелкой тёрке, чеснок пропустите через пресс. Влейте в кастрюлю лимонный сок, добавьте имбирь и чеснок, поместите ёмкость на медленный огонь, доведите до кипения, снимите и настаивайте 30-40 минут. После добавьте мёд и перемешайте смесь до полного его растворения. Готовое средство нужно перелить в стеклянную банку и убрать в холодильник на неделю, после процедить через марлю. Полученный настой принимают утром и вечером по 1 чайной ложке до еды. Курс лечения 1 месяц. После окончания курса улучшается кровообращение, ускоряется процесс выведения вредных веществ из организма. Вред и противопоказания. Кроме полезных свойств, медово-чесночная смесь и средства на её основе имеют ряд противопоказаний, это в том числе почечная недостаточность, эпилепсия, геморрой, заболевания мочеполовой системы, болезни желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и аллергия на компоненты. Мёд и чеснок могут взаимодействовать с некоторыми распространёнными лекарствами, изменяя их влияние на организм и вызывая нежелательные побочные эффекты, в том числе бессонницу, головную боль, мочегонный эффект, изжогу, тахикардию и другие. Такие проблемы имеют временный характер и обычно проходят после окончания лечения. Перед использованием медово-чесночной смеси лучше посоветоваться со специалистами, ознакомиться с противопоказаниями, чтобы избежать пагубного влияния на организм. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!